МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационно-развлекательная программа Калейдоскоп. И, как обычно, о самых ярких событиях, удивительных людях и необычных фактах мы расскажем вам в ближайшие 15 минут. Зима – прекрасная пора для творчества. Во всяком случае, так считают те, кто занимается созданием скульптур из снега и льда. Буквально на днях с фестиваля «Снеголед», который проходил в Кировске, вернулся рязанский скульптор, занявший там первое место. Евгений Тарнопольский в Рязань приехал сравнительно недавно. Сам он родом с Дальнего Востока, и именно там впервые чисто случайно попробовал себя в роли скульптора. Было это около 16 лет назад. А первым материалом, с которым Анатолию посчастливилось работать, и в который он буквально влюбился, стал лед. Такие материалы, как лед, песок, снег, они позволяют сделать такие масштабные вещи за очень короткий промежуток времени. Потому что с другими материалами это никакое сравнение не идет. Они как бы все хороши, достойны. Но временные рамки, способы обработки позволяют очень быстро сделать большие вещи. Практикуется в своем любимом деле Евгений в ходе работы на различных проектах, а также во время участия в фестивалях. С начала этого года он уже успел побывать во Франции, Перми, а также на международном фестивале «Снеголет», который проходил в Кировске с 23 по 29 января. Буквально на днях Евгений вернулся в ставшую уже родную Рязань с первым местом. Так получилось, что были очень сильные команды, то есть там были скульпторы, которых я уже знал, как таких очень титулованных, заслуженных, когда только начинал заниматься этим материалом. Поэтому особенно приятно, что нас отметили. Очень сильные были команды. Более 40 художников на протяжении недели создавали из снега и льда невероятные образы в соответствии с темой, которую заявили организаторы «Россия глазами иностранцев». Евгений работал в паре со скульптором из Санкт-Петербурга Русланом Арсланбаевым. Изначально у них не было четкого представления, чему именно будет посвящена скульптура. Идея пришла сама собой уже на фестивале. Там так получилось, что мы знали темы, которая будет в фестивале задана «Россия глазами иностранцев». Управление самого этого места было тоже к этой теме приурочено. И когда приехали, у нас не было нескольких вариантов эскизов, начали перебирать с коллегами. Получилось так, что почти все, как и предполагалось, мишек с балалайками, мужичков с баньками. И вот мы так путем отбора остановились на нашей скульптуре хоровод. Шесть женских фигур в сарафанах и кокошниках выполнены из нескольких кубометров искусственного снега и олицетворяют красоту русской женщины. Работа над скульптурой заняла примерно неделю. Трудились художники каждый день, несмотря на погоду, которая частенько преподносила не самые приятные сюрпризы. Нам предоставилась возможность с разными погодами столкнуться. И северное сияние было, и солнышко, и на буран. 25 секунд ветер был. Но скульпторы не покинули площадку, все работали упорно. То есть, ну, с погодой повезло. Но, несмотря ни на что, результат поразил и жюри фестиваля, и самые главные посетители снежной деревни. А это для скульпторов главная награда. Знакомить с прекрасными образцами творчества художников из других городов и даже стран продолжает галерея дизайна «Переулок счастья». На днях там открылась новая экспозиция, впечатлениями от которой мы поделимся в следующем сюжете. Сотворение – это редчайшая уникальная выставка, которую предоставила галерея «Переулок счастья» знаменитый московский журнал искусств «ЖАМ». Экспозиции включают в себя несколько десятков работ, принадлежащих кисти большой творческой семьи из Минска. В Белоруссии Григорий, Наталья и Галина Ивановы – одни из известнейших художников, которые работают в стиле примитивизма. С одной стороны, когда мы смотрим стиль вот такого примитивного, не очень мне даже нравится это слово, искусства, то это наивный такой немножко детский язык, который, собственно говоря, пришел к нам из глубин народа, потому что декоративно-прикладное искусство, стиль примитива – это росписи, прялок, это расписывали и дома, и печки, и сундуки, и так далее. И вышивка, там тоже такой условный узор должен был быть для изображения. Поэтому как бы непрофессиональные художники впервые пришли в этот стиль. Но, с другой стороны, этот стиль, который позволяет говорить нам очень простым, казалось бы, детским, наивным языком, очень сложные, интересные вещи. Работы семьи Ивановых сегодня охотно покупают галереи и частные коллекционеры по всему миру. Основная причина подобной популярности – яркая индивидуальность этих художников и их новаторство. Так, например, Григорий Иванов изобрел новое направление, которое он назвал «светизм». Все его работы излучают свет, просто манят к себе. То есть, когда я видела их работы через интернет, ну, не было такого ощущения. А вот эта энергетика, которая присутствует в картинах, когда ты их смотришь в реальном времени, это просто потрясающе. Жена Григория Наталья Иванова – это художник, которого сегодня многие пытаются копировать. Но повторить ее сложно, так как в каждую свою работу она вкладывает душу. Посредством ее картин зритель может встретиться со сказочными образами, которые представляют собой язык символов, близких нашему подсознанию. Неудивительно, что дочь Натальи Григория, Галина, пошла по стопам родителей и также творит в стиле примитивизма. Концепцией ее картин является символически волшебное прочтение реальности. Ну, а если говорить простыми словами, глядя на работы этой творческой семьи, вспоминается теплое и уютное детство с его сказочными образами и светлыми чувствами. Есть дети, которые очень хотят стать взрослыми. И есть взрослые, которые страшно боятся быть взрослыми. Хотят оставаться детьми. Вот это вот яркая иллюстрация, это выставка. И почему она называется сотворение? Вот я хочу повторить фразу Людмила Панкина, что сотворение, творчество – это свобода общения человека с Богом. То есть, когда человек начинает общаться с Богом, он высвобождает свою энергию и не думает уже о земном. Вот что-то такое в человеке происходит, что дает ему возможность выплеснуть на пол все свои эмоции, все свои чувства. А как бы каждый человек в душе все равно остается ребенком в той или иной степени. И вот эти люди, вот эту детскость свою, они сохранили, сберегли. И их холсты говорят не о том, что они хотят продавать это, а о том, что они хотят разговаривать с каждым зрителем. И каждому зрителю подарить частичку своей души. Выставку иллюстрируют авторские куклы из папье-маше, воспитанников детской художественной студии «Калибри». А также игрушки, сделанные в старинной винтажной манере Любовью Рогозиной. Напомним, что познакомиться с творчеством белорусских художников можно в галерее дизайна «Переулок счастья». Работы рязанского художника Анатолия Ларюнина, посвященные одному из городов Золотого кольца, можно увидеть в художественном салоне на Старом перекрестке. Живописью Анатолий Ларюнин, можно сказать, занимается всю жизнь. Он окончил Рязанское художественное училище, уехал по распределению за Уралья. И вообще в течение жизни очень много путешествовал. И во всех поездках его неизменно сопровождал и тюдник, и холст. Ну а больше всего писать Анатолию нравится пейзажа. Потому что это для художника свобода такая. Уходишь сам с собой один. И архитектуру, которая вписывается в пейзаж. А вот церковная архитектура, она как бы непосредственно живет жизнью совместно с березами, с липами. Это чудо, до которого дошло человечество. Потому что сейчас архитектура, она совершенно чужая по природе. Архитектуру, идеально вписанную в пейзаж, сегодня можно увидеть на полотнах, которые расположились в выставочном зале художественного салона на Старом Перекрестке. Практически на всех картинах изображены древние церкви и храмы одного города – Суздаля. Там не все по душе. Это вот как раз архитектура до того вписана. И она такого классическая, такая старая русская. Тут есть пейзаж один, который храм в селе Кидыкша, который построен в 1155 году. Он целый, а стоит, там работают и реставраторы, и археологи. Поэтому там себя чувствуешь, хорошо себя чувствуешь. Художник писал Суздаль во все времена года. Но лучше всего, по мнению самого Анатолия, у него пишется зима. Возможно, потому что он родился 1 января. А быть может, древняя архитектура в окружении белого снега выглядит особенно самобытным. В любом случае, во все времена года Суздаль прекрасен. И художник хотел бы, чтобы посетители взглянули на этот город его глазами. Больше всего хочется, чтобы часть души, которую я обогатил в Суздаль, видя вот эти пейзажи, архитектуры, чтобы это, если я передать мог, то хорошо бы это передалось бы зрителям. Анатолий Ларюнин не привык сидеть на месте. В будущем он хотел бы посетить Новгородскую область, Соловки, Архангельск и познакомиться с архитектурой и природой этих мест. Ну а работами выставки «Жемчужина Золотого кольца» рязанцы смогут полюбоваться в течение месяца. Напомним, работает экспозиция в художественном салоне на Старом Перекрестке. Рязанский историк-архитектурный музей-заповедник порадовал горожан новой археологической экспозицией. На ней можно познакомиться с погребальным инвентарем, который был найден в Рязано-Окских могильниках. В эпоху раннего Средневековья, а именно во II-VII веках нашей эры, территория Среднего течения Оке была заселена в финно-уграми, культура которых представляет огромный интерес для исследователей. Среди памятников, которые сохранились до нашего времени, есть остатки поселений и городищ, но они весьма немногочисленны. А вот погребальных памятников, так называемых могильников, найдено уже около 40. И к началу XXI века изучено более 3000 погребений. Рязанский историк-архитектурный музей-заповедник впервые в рамках отдельной выставки представляет часть коллекции погребального инвентаря из нескольких некрополей, найденных на территории нашей области. Несмотря на всю вот эту яркость, самобытную скульптуру с огромным количеством украшений, предметов, не так часто эти вещи можно было увидеть на наших выставках, почти нет их в экспозиции нашей. Поэтому нам хотелось бы показать действительно вот это вот разнообразие этой культуры, богатства вещей, мастерства ювелиров, которые все это делали. Вещи, несмотря на их схожесть некоторую, они действительно уникальны, поскольку многие из них делались по невосстанавливаемым высковым моделям, которые разрушались после того, как изделие было изготовлено. Мужские и женские захоронения, безусловно, отличаются главным образом теми предметами, которые должны были сопровождать умерших в загробный мир. В женских могильниках находят огромное количество различных украшений, сделанных главным образом из меди, бронзы, реже из серебра. Здесь и браслеты, и бусы, и нагрудные бляхи. Рассказывают, что вес подобных находок иногда составлял несколько килограммов. По словам Василия Ксеевича Градцова, который изучал эти памятники, в конце XIX века крестьяне, которые случайно находили эти могильники, грабили их и пудами, то есть уже десятками килограммов, сдавали их на переплавку в качестве лома. Мужские погребения всегда сопровождались предметами мужского костюма и вооружения. Чаще всего это были воинские браслеты, фибулы, наконечники копий, дротиков, топоров, кельтов. А в более статусных захоронениях, которые принадлежали вождям или знатным воинам, находили мечи и боевые ножи. В мужские погребения также клались элементы конского пляжа. Это могла быть воздечка, плеть. И интересная деталь, что только в мужских погребениях мы находим горшки. В женских погребениях они практически неизвестны. Вот такая вот особенность этой культуры, что загробную жизнь вместе с украшениями и приметами вооружения только в мужские погребения ставились горшки с погребальной тракторизмой. Порядка 300 экспонатов, которые сегодня хранятся в Рязанском Кремле, были найдены в могильниках, находящихся на территории Рязанской области. Самые известные из них – Барковской в черте современного города и Кузьминский, найденные на территории Рыбновского района. Исследования этих памятников велись на протяжении нескольких десятилетий такими научными организациями, как Институт археологии РАН, Государственный исторический музей и Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Но на сегодняшний день эти исследования завершены, а у рязанцев есть уникальная возможность познакомиться с их результатами. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Желаем вам всего самого наилучшего. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»